Это был невероятный эмоциональный момент. Вообще-то я не очень эмоциональный человек, меня непросто вывести на эмоции. Я бы хотел, но не всегда получается. Но этот вечер был особенным. Никакие слова не способны передать, что мы почувствовали. Многие никогда не смогут забыть эту ночь. Барселона проиграла в Париже со счетом 0-4 и казалось, что только чудо способно помочь каталонцам пройти в следующий раунд. Незадолго до ответной игры Луис Энрике объявил на своем скором уходе из команды. Игра с ПСЖ могла стать последней дни Лео в Лиге в чемпионах. Мы были шокированы поражением в Париже в день Святого Валентина и понимали, что не имеем права проиграть еще один раз. Хозяева начали матч с такой страстью, которой и так не хватало на Парк-де-Пренс. Счет был открыт уже на третьей минуте. Мяч после удара Суареса пересек линию. 1-0. У болельщиков на Компнову прибавилось оптимизма. Команда Луис Энрике демонстрировала высокий прессинг и в конце первого тайма забила второй. Мяч в свое ворота после элегантной пятки Иньеста срезал Лайвин Курзова. В перерыве мы говорили о том, что надо забить третий, что третий гол создаст им массу проблем. Уже через пять минут после начала второго тайма Барса получила шанс на еще один гол. Там Аминье свалил в своей штрафной Неймара и к точке подошел Лео Месси. 3-0. Аргентинец пробил без шансов для воротаря. Впрочем, вскоре удача улыбнулась после же гола Эдинсона Каванин. 62-й минуте означало, что теперь Барселоне нужно забивать три. Команда такой уровень может забить в любую секунду. ПСЖ мог забить нам и больше одного мяча. В этой игре я увидел настоящее единство команды и болельщиков. Раньше я не видел ничего подобного. Каждое действие на поле, каждый отбор, все это встречалось аплодисментами. Мне очень жаль всех тех, кто раньше времени ушел со стадиона. Они пропустили нечто особенное. За две минуты до конца основного времени в Барселоне по-прежнему не хватало трех забитых мячей. Великолепный удар Неймара и теперь только два. Через три минуты в штрафной ПСЖ упал Суарес. Арбитр во второй раз указал на точку и Неймар сделал счет 5-1. 5-5 по сумме двух матчей, но решающий все еще гол ПСЖ на выезде. Но затем на последней добавленной минуте Серхио Роберто замкнул навес Неймара и заставил стадион буквально сойти с ума. 6-5 после двух матчей, счет который выводит Барселону в четвертьфинал. Эта победа была достигнута благодаря Берии. Игроки и болельщики всегда верят в успех в любой ситуации. Дети, которые были на стадионе, запомнят этот матч на всю жизнь. Этот матч вообще никто никогда не забудет. Завтра мы начнем с чистого листа. Мы снова отправимся на тренировку, хотя я предпочел бы отдохнуть, чтобы игроки смогли насладиться этим моментом. Мы все надеялись и верили, что это случится. И вот мы в четвертьфинале. Мы в четвертьфинале. Продолжение следует... ... АПЛОДИСМЕНТЫ